Приветствую, уважаемые натуралисты. С вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и ставьте лайки, они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Друзья, редкими и находящимися на грани исчезновения в дикой природе являются не только млекопитающие или рептилии, но и рыбы. Одной из самых известных и благородных рыб, наш сегодняшний гость находится на грани исчезновения и занесена в Красную книгу. Встречайте осетра — род пресноводных, полупроходных и проходных рыб из семейства осетровых. Всего в роде осетров 19 современных видов и несколько ископаемых. К ныне существующим относятся сибирский осетр, тупорылый осетр, черноморский осетр, корейский, озерный, русский осетр, зелёный, сахалинский, японский осетр, адриатический, шип, американский, атлантический осетр, персидский осетр, стерлядь, амурский, китайский осетр, севрюга, атлантический осетр и белый осетр. Так что же мы вообще знаем про осетров? В голове и у большинства сразу же всплывают образы чёрной икры, заливное, большие деньги и, конечно же, браконьеры. На этом наши познания о царь Рыбии заканчиваются. Однако такая скудная информация не достойна такой рыбины, ведь истоя у ситров богатая настолько, что их предки застали зарождение динозавров и несколько массовых вымираний на планете. Первые осетровые появились около 245 миллионов лет назад, и современные рыбы до сих пор сохранили доисторические комплектующие. Например, вместо чешуи тело осетров покрывают костные щитки, а это отголоски триасового периода и наследия бронированных рыб древности. Большая часть видов осетра – это рыбы проходные, то есть входящие весной из морей в реки для нереста. Некоторые виды пресноводные. Область распространения включает Евразию и Северную Америку. Вообще осетр довольно эстетичен. Это своеобразная усатая торпеда, такая роскошная растительность на конце мордочки помогает ему находить себе свое основное пропитание – моллюсков, червей и ракообразных. А воронкообразный же вытягивающийся рот, словно пылесос, помогает осетру засасывать добычу из ила и песка. На такой питательной диете из природных обитателей благородная рыбина вырастает до титанических размеров. Например, белый и атлантический осетр достигают 6 метров в длину и 800 килограммов веса. К сожалению, весь предыдущий абзац стоило бы перевести в прошедшее время. Вырастал, весел, являлся. Людская жадность и непомерный гедонизм повсеместно привели к перелову осетровых рыб. Сейчас отыскать осетра гиганта почти невозможно. Для того чтобы осетр вырос до размеров гиганта понадобится несколько десятков лет. И, кстати, процесс истребления связан далеко не с мясом. Несчастный осетр стал жертвой собственной стратегии размножения. Осетры мечут миллионы икринок. Их общий вес зачастую достигает 25% массы тела матери. По логике это гарант выживания вида. Но по факту несметные миллионы икринок приносят несметные миллионы денег браконьерам. Ведь икра очень цена в людском обществе. Цена настолько, что браконьерский флот оборудован намного лучше, чем организации, призванные пресекать их деятельность. Усугубляет ситуацию то, что к нересту осетриха готова только на 13-15 году жизни. Из-за этого икра становится не просто деликатесом, а редким деликатесом. Ее ценность возрастает в разы. Ведь кормить и содержать осетра – дело не дешевое. Это дает браконьерам карт-бланш на убийство. Ведь выловить и освежевать уже взрослую рыбину, которая водится на воле, намного проще, чем ее выращивать. Кстати, количество икры у каждой рыбы прямо зависит от ее массы, здоровья и возраста. На территории России рыбалка на осетров запрещена, но когда это останавливало браконьеров? Еще в 18-19 веках осетров можно было выловить на Кубани, в реках Урала, в Москве-реке, в Неве и Ладожском озере. Осетр был везде, и ему не придавали особого значения рыба и рыба. Но в конце XX века черная икра стала символом достатка. Главными центрами промысла являлись Каспийская и Азовская с черным моря и реки, впадающие в них. Размеры промысла здесь были громадны, несмотря на значительное уменьшение количества осетровых рыб и вообще. Большое количество осетров водилось также в реках Сибири, в бассейне Аби и отчасти в бассейне Енисея. С начала XXI века промысел почти всех видов осетров России в европейских странах и странах Каспийского бассейна запрещен. На сегодняшний день лидером по производству черной икры является далеко не Россия, а Иран. В 2005 году их поставки на мировой рынок составили 65 тонн. При этом лов осетра четко регламентирован, монополизирован государством, и быть браконьером в Иране — это все равно что играть со смертью в рулетку. При этом иранцы рыбу не убивают, а доят. Да, доить можно не только коров, но и рыб на фермах, где этих осетров выращивают, икру из них буквально выдавливают. Увы, в остальных странах устраивать незаконные бесчинства намного легче. И эта грустная история лишь одна из многих, когда вид находится на грани вымирания, просто попав на стол и в поле зрения людишек. А как вы относитесь к черной икре? Напишите в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова